Пожарно-спасательный спорт воспитывает много прикладных умений. Соревнования посвящены памяти Михаила Шабурова. Он возглавлял региональное управление государственной противопожарной службы с 1993 по 2001 год. За 12 лет службы уже, наверное, не сосчитать, какой раз по счету я в них участвую. Очень много, очень много. Каждый год они проводятся. Он развивает умение работать с пожарно-техническим вооружением, с рукавами, с лестницами. Ну и плюс это некий элемент психологической подготовки, потому что пробежать очень быстро по высокому буму, забраться на большой скорости на высоту четвертого этажа учебной башни – это тоже своеобразная физическая, психологическая подготовка. Чтобы добиться результатов и представить свою команду достойно, спортсмены тренируются по несколько часов в неделю. Накануне стартов отрабатывать дисциплины приходится до автоматизма. Личные дисциплины – это у нас преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Участник стартует, предрывает забор, потом бежит по муму, раскатывает рукава, соединяет разветвление трехподобой и уже соединяет ствол и финиширует. Второй вид – это у нас штурмование учебной башни. Это за 30 метров участник с лестницей подбегает к учебной башне и залезает на четвертый этаж по этой лестнице и там финиширует. А еще есть командные дисциплины – пожарная эстафета и боевое развертывание. Пожарно-спасательный спорт направлен, как называется, прикладной спорт, то есть направлен на повышение боеготовности подразделений пожарной охраны. Почему он прикладной? Потому что вот эти виды, которые выполняют спортсмены, они выполняются в том числе всеми пожарными, которые у нас проходят службы. Соревнования продлятся два дня. Завершающей дисциплиной станет подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни.